Четвертый канал. 25 лет. Проверены временем. В 2010-м в Екатеринбурге проходят переговоры на высшем уровне. Форум «Петербургский диалог». Планы сотрудничества двух государств обсуждают Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель. Автомобилистов вновь просят поменьше выезжать в город. В Екатеринбурге впервые проходит именно пром. В этом выставке участвует более 500 компаний. 20 тысяч человек приходят посмотреть на современные достижения. Особая радость – заключительный детский день. Аппарат полномочного представителя президента на Урале переезжает в собственное здание на 12 тысячах квадратов. На тот момент это единственное в России здание, которое построено специально для аппарата «Полпреда». А где аппарат для связи с Москвой? Один из них не знаю тут же. Туда нельзя? Ничего себе. Есть определенные ограничения. Россия выигрывает право принимать чемпионат мира по футболу. Екатеринбург включен в список городов, где пройдут матчи 2018 года. В Сырловской области вводится сухой закон – ограничение на продажу в ночное время спиртных напитков крепче 15 градусов. Запрет касается только крепкого алкоголя, поэтому закон тут же получает название «полусухой». Летом 2010-го область погружается в смог, горят торфяники. В 15 северных городах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендовано ограничить посещение лесов. Своими силами не хватает у нас средств пожаротушения, ни бомб, ни ранцев, ни людей не хватает. В городе проводятся публичные слушания «Быть или не быть сити-менеджеру». В итоге Екатеринбург обретает и сити-менеджера, и мэра. В екатеринбургских школах начинается преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Учителя срочно проходят курсы переподготовки. О мировых религиях приходится узнавать за 9 дней. Начинается сотрудничество 4-го канала с ситевым партнером – телеканалом 7ТВ. В эфире появляются проекты, посвященные активному и современному образу жизни – автогонки, путешествия, спортивные танцы, рыбалка. 4-й канал становится участником проекта «Нескучный сад». Сотрудники телекомпании помогают привести в порядок территорию Малоистокского детского дома. Позже здесь проходит благотворительный пикник. Все деньги идут на благоустройство парка. Будет две гимнастические площадки – баскетбольная и гимнастическая. К ним будут замечательные дороги, по которым можно будет ходить ни по тропинке, ни по заросле. 19-й день рождения телекомпания отмечает игрой в мафию. За одним столом встречаются друзья и коллеги, но только игра помогает выяснить, на что они способны по отношению друг к другу. Я тоже Риту изначально подозревала, но сейчас я ей поверила действительно. И вот обращаясь к Рите, потому что я знаю за себя, что они мафия, Рита не мафия, я ей верю на 100%, Юлька однозначно нет, она вообще не умеет врать, настолько открытый, честный человек. Ваня знает, как Юля умеет врать. Она ведущая прогноза погоды, вы о чем говорите? В 2010-м Утренний Экспресс отмечает 15-летие. На день рождения может прийти каждый. Утренний Экспресс выходит в прямой эфир из самого центра Екатеринбурга. И целый день вокруг вижу я разноцветный мир. Мир, который дарит всем Утренний Экспресс. Четвертый канал. 25 лет. Проверенный временем.